здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пименко и сегодня у нас в гостях необычная театральная студия сразу же скажу потому что это православная театральная студия преображения красковского культурного центра городского округа люберцы и здесь в студии у нас представлен этот замечательный как сейчас можно говорить проект екатерины олеговны семёновой руководителем режиссером так я понимаю вдохновителем всего этого проекта и в первой части у нас актриса кай сын андрея вот таким дуэтом мы начинаем наш разговор но и сразу же первый вопрос екатерине олеговне скажите пожалуйста это все таки прежде всего православная история или театральная история ну изначально это было православная история только да потому что истоки наши театральной студии вообще зародился на воскресной школе то вот некое желание детей вот и возможности но потом это переросло в такой как бы больший проект и сейчас хотя мы называемся православной театральной студии но в нашем коллективе не одни только православные да у нас есть мусульмане и если касается что касается религиозных как бы составляю да 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 есть и девочки которые принадлежат армянской православной церкви но все-таки как бы акцент мы делаем на том чтобы ставить спектакли которые несут общечеловеческие ценности до борьба добра со злом да 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 основная тогда и креаль вину ну и я так понимаю что кай сын который мы же тоже будем подключать к разговору у нас не просто вот наряде пришла в студию специальном а это уже прям вы нас переносите в театральное действие то есть это персонаж нашего спектакля замечательной сказки мориса метро линга синие птица а вот как называется персонаж мы сейчас узнаем у кай сын здравствуйте кай сын вот скажите вот это вся в белом кто вы я молочко молочко молоко это в жизни человек играет огромную роль как попали в театр я пришла в храм как-то и помню после службы я вышла и мне мама говорит вот там театральная студия такая есть подойди к матушке найди матушку матушка как раз стояла около храма я такая скажу а кто матушка это тут я вот я и я как-то подошла я очень хочу к вам театральную студию с 11 лет я уже там и конечно приходи и вот так коллектив добрый такой хороший как-то вот пришла и хорошо вот тут интересный такой вопрос и китерине олеговне потому что но чтобы вот так сказать не углубляться в историю но театр и церковь свое время они не очень так как-то сотрудничали на старых тех этапах но сегодня мы понимаем что нашли того чтобы человеку помочь определиться да ведь всегда из конфликт на самый главный конфликт хорошего с плохим добра со злом черного с белого и так далее здесь правильно понимаю что через театральные подходы вы как режиссер помогаете ребятам вот понять получше и подчетче что это такое ну конечно мы стараемся первую очередь наверное это одна из нас из основных целей этого проекта потому что вот я например очень тщательно подхожу к выбору тех спектаклей которые мы будем играть до репертуаре нашего коллектива уже порядка более 12 спектаклей вот это и спектакли на военную тему у нас был замечательный спектакль возможно который мы сейчас будем опять как бы восстанавливать уже с новыми детьми потому что у нас как бы дети меняются взрослеют до приходят новые вот и ваш театр быстро развиваются да да изначально у нас было 10 человек сейчас нас более 30 и что как бы очень интересно на мой взгляд очень хорошо я очень этому рада наш коллектив вливаются взрослые у нас играют не просто дети а целые семьи у нас прям уже вот семейство там одних актеров других то есть мамы папы вместе с детьми выступают на сцене там помогают дело декорации костюмы то есть у нас можно сказать уже даже такой семейный театр да то есть поэтому не зря искал слова проект да 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 совершенно верно вот я сразу же хочу кассин а наверняка одну ваши друзья знакомы как они отнеслись к тому что вот вы не просто актрисы стали а вот такого театра до такого направления хорошо хорош позитивный наоборот они запоминают мою роль их часто приходит на вот выступление в запоминать на роли и приду школы они сразу таки о молочко при но то есть аплодирует вы приглашаете же до нас это кстати как со зрителем кто зрители кто приходит как часто у вас спектакли большие спектакли мы делаем как правило два раза в год это два больших спектакля это новый год рождество один спектакль ну как правило тоже сказка ну даже все глобально да и уже в конце в мае это как бы мы приурочим этот спектакль пасхи уже по силам либо большой либо небольшой как получается вот то есть два больших спектакля но помимо этого мы участвуем во всех проектах нашего красковского культурного центра фестивале вот принимаем участие в разных мероприятиях я так понимаю что у вас есть и отдельные номера да и спектакли да это могут быть либо отрывки спектакла на спектакле музыкальные с нами работает детский поэт-композитор песенник светлана иванова она напишет замечательные песни которые дети поют у нас даже свой автор и да вот это вообще великолепно песни чудесные просто действительно они такие очень и душевные хорошие как ну соответствует названию нашего театра вот скажем ну и преображение это такое действительно вообще-то актерский можно сказать да не можно не только до такой важный религиозный может быть термин но и актерские потому что настоящий актер этот человек который преображается до который изменяет некий образ и неважно кого он играет он должен им быть да ну там школа никого чехова школа станиславского немножко разные но тем не менее основной смысл нашей русской театральной школы такой кассет скажите пожалуйста вот вы когда актриса вот если бы вам задавали такой вопрос в интервью со звездой уже до театральной вот вы как кроли готовитесь и как вы играете эту роль но как нас мочит екатерина олеговна мы должны жить этой ролью быть этим человеком каким мы играем мы учим слова главное чтобы понять свою роль и вжиться в нее нужно было учить слова чтобы узнать свои слова чтобы нужно очень стараться на самом деле чтобы вжиться в эту роль но у нас хороший режиссер хорошо поэтому нам хорошо а вот ваша роль молочка что вы там делаете тем более мы чуть отдельно поговорим потом о костюмах вот какова у вас там ваша миссия я немного паникер то я такая всего боюсь почти кипящего я да я прям такая вся скисаю сразу чуть ли что вот поэтому ну я любясь еще такая добрая молочка любясь и вот люблю детей и дети любят меня вообще-то молоко это такой символ дал вообще для человека очень важно и не только для человека да потому что это начало всех начал и собственно говоря вот о платье если поговорить о костюмах поговорить кто автор как это все делается насколько в нем в этом уже костюмном проекте принимают участие актеры вы как режиссер ну я опять же говорю что у нас уже такой семейный театр да у нас появляются родители которые вдруг открывают в себе таланты или у них и они были вот и вдруг они находят применение своим талантом вот с нами одна из мам наших нашего артиста она профессиональный декоратор вот она нам делает эскизы для декорации делает костюм и шьи вот и сама получает от это огромное удовольствие она значит делает макияж перед выступлением вот так что весь комплекс да 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 а костюм вам помогает вот когда вы же наверно учите да вы услышали да уважаемые зрители что тут уже никуда не денешься в школе же мы все стихи учили это самый такой но не самый приятный момент вот актер должен знать текст и текст не обязательно всегда стихотворные что может быть сложнее вот в чем разница между тем когда вы репетируете и насколько вам костюм помогает вот это преображение получить но когда-то в костюме тоже чувствуешь себя прямо вот этим вот даже молоком прям тем сразу вины и пенка на тебе и все это прям вся такая и я думаю что костюму очень хорошо помогает особенно когда он очень подобран хорошо сделан хорошо твоей роли ну я так понимаю что этому ведь можно же ну так номинально ну вот и типа молоко а ты типа там не знаю там пастушок какой-то и так далее да как какие-то такие маленькие вещи а я вижу что у вас это очень такой ответственный момент все продумано и в связи с этим вопрос как долго готовится спектакль потому что действительно это дети которых нужно научить кстати иногда наверно папа с мамой еще сложнее научить выучить тем не папа с мамой наоборот очень ответственно потому что даже ослой да и показать примера вот как долго готовится спектакль как часто вы встречаетесь для репетиции встречаемся два раза в неделю по два часа сейчас у нас еще к этим занятиям добавились музыкальные занятия у нас педагог который занимается с детьми вокалом поем да поем да так у нас музыкальный спектакль они отдельно занимаются вот два раза в неделю по два часа ну и по необходимости еще индивидуально мы собираемся раз в неделю то есть часов шесть в неделю мы отводим репетиции да вот какое-то время пройдет вы будете стоять уже перед выбором куда дальше идти так далее вот как-то вам помогает эта история может тоже куда-нибудь вот в театральном это уже время подошло то уже надо выбирать куда идти я очень мне вот прям как самого детства сюда привели в театральной студии а вот этого не могу идти я прям дальше хочу все продолжить жизнь в театре то есть это надо готовить басню это надо готовить уже да знаете речь идет о поступлении по крайней мере попытках поступления потому что я тоже заканчивал в том числе театральный институт я понимаю чем идет речь и когда ты идешь и в полную уверенность что здесь все такие талантливые я сюда пришел кто-то поет кто-то там пляшет и так далее но бояться не нужно до главной уверенности я думаю что катерина на олеговна вместе со всеми коллегами которых мы по второй части еще поговорим кто вам помогает раз дело заканчивается тем что люди уже собираются поступать то значит наверное не зря у нас уже есть как бы люди которые после нашего театрального коллектива поступили так куда не могу сейчас сказать но эта девочка которая этого первая так сказать набор был до нашей театральный коллектив это было все очень интересно это были уже старшеклассники и было не так много поэтому как-то очень плотно занимались и после первого спектакля мы пошли в театр до пошли во мхат так как у нас связь с мхатом имени горького вот и пошли на спектакль и дети мне сказали знаете мы первый раз пошли в театр это вот они был уже девятый класс и они первый раз на первый раз это было очень интересно не был там вообще шок да они посмотрели спектакль была малая сцена то есть такая камерная очень интересно его после этого одна девочка она поступила сейчас она уже на третьем курсе учиться вот вы гордиться должны я и говорю ты ты как-то вспоминай на два года до творческую встречу да но у нас остается немножко времени и скоро кай сын сменит ярослав это еще один актер который работает в этом театре вот кстати кай сын вы знаете что настоящие профессионалы говорят мы работаем на сцене да вот так то не не играем там что-то работы мне когда-то мой мастер говорил что когда мы выходили там только никогда не играйте вот как вы считаете ведь это очень важно что была некая с одной стороны сыгранность со всеми партнерами а с другой стороны все должно быть по-настоящему вы друг другу помогаете да конечно всегда прям у нас коллектив очень мы все очень дружно и все друг другу помогаем я так понимаю что это уже даже перерастает какие-то вот как вы говорите это личностные до отношения между семьями между людьми которые занимаются одним общим делом сейчас делаем небольшую паузу к сын андрея у нас отправиться следить за нами уже со стороны за своим другим коллег ярославом алешкиным который к нам придет студию напомню что речь у нас идет сегодня а не совсем на мой взгляд обычном но так необходимым как мы выясняем раз у нас в девятом классе люди даже в театре никогда не были до искусстве которым даже говорил когда-то владимирич ленин если не память не изменяю на а театральном православная театральная студия преображения красковского культурного центра городского круга люберцы екатерина олеговна семёновна руководитель и режиссер остается с нами и во второй части а вы дождитесь и мы продолжим напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях православная театральная студия преображения красковского культурного центра городского круга люберцы екатерина олеговна семёнова руководитель режиссер вам уже знакома первой части мы вам ее тоже представляли а сейчас вместо андрея кайсын а у нас ярослав алешкин который здесь находится как вы видите тоже явно не в одежде городского круга люберцы я-то понимаю в этот чей костюм это костюм кельтиля это главного персонажа этой сказки что этот персонаж там делают в этой сказке он во-первых из бенной семьи то всегда мечтал хотел богатство на таких хотел как все мы да ну да хотя он смотрел на бузы на богатых детей и видел их что они вот едят а он такого не может позволить себе но потом он попадает в это все он понимает что это ему уже не нужно он хочет быть быть рядом с близкими чем в богатстве быть богатство это близкие до отношения это вот мы смотрите и минуты не прошло а ярослав как собственно говоря до этого и андрея кайсын нам быстренько показал маленькое мастерство актера вот так незаметно и мы как-то так вдруг сразу ощутили до что мы попали в этот спектакль напомню речь идет о спектакле синяя птица отрежиссировала который руководитель катерина олегна семёнова как кстати выбираете актеров в тот же важный такой момент кто главная роль а потом все остальное там же наверное споры идут на были претенденты или сразу вот ярослава выбрали и сказали ты будешь у нас главным героем ну иногда конечно есть споры если обиды то все-таки это детский коллектив ас на плюс театр который всегда да но ярослав у нас вообще все однозначно решилась да потому что остальные ребята ли постарше или помладше а здесь и по возрасту и попал вроде не взрослый вроде и мы не манда в этот случай когда вроде когда маленький хочется все время быть взрослым а когда взрослый хочется быть маленьким а тут как бы вот средний такой вариант ну ярослав вот я ваши коллеги андрея задавал вопрос скажите вы тоже планируете вот сейчас в таком возрасте что-то как-то с творчеством связать свою жизнь вы же еще танцую а уже я уже давно связано ну так нет ну вы же так вроде молодые имею ввиду там научиться пойдете потом да да я хочу а кому на на ну писателям тодес хотел бы писать или тодес очень интересно сочетать то есть разором боже на тел данте то есть немножко актер немножко смотрите как хорошо можно только распределить надо время кстати на самом деле это совсем даже не смешно потому что сейчас есть такой период универсализации или как у нас говорят конвергенции да когда человек может и писать что-то например сценарий да он может это ставить как режиссер он может участвовать в этом как актер а если надо то и под танцовку пойдет правда молодец замечательно где вы берете екатерина олеговна таких замечательных людей но мы услышали историю андрея которая подошла просто да и сказал хочу а какие то может быть у вас идут пробы как кастинги как сейчас говорят ну вообще всех из городского округа люберцы все кто живут рядом имеет возможность прийти наш красковский культурный центр наш коллектив да и если ребенок подходит по возрасту и у него и желание мы берем всех но и вы сказали что у вас уже там по порядка 30 человек больше 30 до а как же на всех это какой спектакль нужно такой поставить чтобы все участвовали мы видим а самая сложная да потому что все хотят игра играть главные роли все хотят побольше слов поэтому приходится расширять сценарий писать отдельные роли для тех кто хочет да то есть у нас есть маленькие дети совсем первоклашки они тоже хотят для них какие-то маленькие роли там я не знаю как это у нас когда была история так как когда я учился жизнь бальзаминова мы ставили с мастером и он придумал такой ход что у нас было три бальзаминова три разных возраста один был вам 18 лет другой 30 и 3 еще постарше там под 40 лет было а девчонки все те же самое но и как бы некий такой ход мастера что вот как человек себя чувствует в таком возрасте в таком и в таком таким образом он использовал что никто не спорил хорошо ярослав скажите а у вас как в коллективе дела происходят вы друг друга поддерживаете или знаете как говорят что там в балетную ту туфельку там стекла сыпят чтобы если главную роль только я пойду и так далее или у вас все по доброте ну да конечно по доброте со всеми хорошо общаемся но самый лучший коллектив если можно было так сказать а как много вы репетируете ну репетируем достаточно много чем больше репетируешь тем лучше и получается легко текст запоминает учиться до меня а что у вас не очень получается как вы считаете но к вопросу когда ты еще не выучил текст тяжело играть эмоции то есть режиссер требует давай смотришь в текст и ты не можешь сыграть эмоции ты чиркой чиркой занимаешься ну да больше так фитка а скажите екатерина а дети предлагают иногда спектакли какие-то или темы которые можно ну оплатить дети предлагают решение той или иной сцены может быть какая-то общая идея вот какой-то тупик мы зашли нас много мы не знаем как что сделать никто давайте вот так мы давайте здорово ну это тоже такой может даже киношный подход очень часто когда много дублей но например какой-то не то движение или что-то неожиданно как-то вот по-человечески отыгрываешь и вдруг режиссер говорит вот это мы оставляем почему потому что очень похоже на реальность вот такое бывает хорошо как примеряли костюм как вас что у вас проверяли на подвазы сшили на нас шили очень много тратили на замеры очень много времени чтобы вот вошло тоже надо вас так померить только тогда на меня вы тратили время наверно в месяц скажите пожалуйста вот вы же главный герой да сколько вот времени вы примерно на сцене находитесь по времени но до конца занятия всегда нахожусь игра свои сцены также перед занятиями всегда прочитывающий раз текст проговариваю какие будут эмоции какие как я должен интонацию поставить ну вот так а вот вы же наверно уже играли на зрителях да когда вы зрители аплодируют бывали у вас моменты когда вот утру должны аплодировать и вдруг тишина в зале но обычно так это в театре происходит самое главное это не реагировать на что вы на каждый звук нужно играть но играть на зрители показывать на зрители ну нельзя реагировать на ну на звуки из зала ты должен играть то есть надо так тише сейчас я доскажу а вы пока да то есть пусть надо существовать даже больше у меня не катя ягоды кажется что у вас вот и андрея такая была наши в первой части такая вот действительно вот очаровательная найти такое редкое забытое слово очарование которое включает в себя но некую и человеческую красоту в глобальном смысле этого слова вот как вы разные люди приходят у кто-то всех характерные или характерные вот как вы создаете этот коллектив как вы выстраиваете вот это вот кто и кто вам в этом помогает мне кажется что все таки тот материал который мы берем для постановок все-таки способен изменить детей да потому что это хорошее произведение диккенсом очень много ставим на ну два произведения диккенса да вот то есть это все оказывает на них очень большое влияние потом видите они все дружат да они часто учатся в одном классе да и там вместе общаются проводят время все это способствует вот таком объединению и наверно меня человек изнутри это же преображение должны преобразиться это основная цель екатерина олеговна сейчас нас смотрят родители сейчас нас смотрят бабушки-дедушки и кстати ребята нас смотрят если они захотят прийти к вам театр вот и например скажут а я тоже хочу как ярослав валю я буду ему конкурентом вот будем вдвоем играть они могут прийти к вам записаться как у вас происходит набор вообще ну как сейчас везде нужно зарегистрироваться на сайте любя на мою подмосковье зарегистрироваться наш коллектив прийти на пробное занятие посмотреть готовы ли они к этому не готовы хотят они хотят вот и тогда если они готовы с удовольствием их примем ярослав скажите делаю вид что екатерина олеговна не слышит она суровый режиссер вообще на требовать и нет она очень добрая да я щекури очень спасибо есть что она вывела меня в люди я появился на сцене прекрасно и никак не могу с ней уйти в хорошем смысле этого слова да вот я про благодарен да я в восторге от нашего сегодняшнего общения почему потому что очень тут вообще еще детская непосредственность присутствует то что до взрослому человеку очень тяжело иногда даже профессионалу сыграть катерина олеговна финале нашего разговора вот с каким вы же наверное как сейчас говорят обратная связь да ну вот одноклассники и друзья ярослава и андрей они наверняка ну что-то им говорят может быть иногда говорят что тут ты там 30 десятались там об этом не скажут но вот вы слышите реакцию публики что публика говорит может быть пишут вам что-то как она воспринимает ваша работа я могу сказать у нас есть подсадная утка есть так можно сказать как положено настоящем театре нас есть родители которые у нас являются критиками наших всех спектаклей да и после спектакля я но этим родителям звоню и спрашиваю ну как они говорят так и это плохо это 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 нужно переделать у вас так же стране улыбка нет 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 наоборот я воспринимаю это с большим удовольствием и пониманием ну как на хочется же какого-то совершенства хотя это детский театр понятно что дети это не персональные актеры но хочется все равно чтобы зритель понял да вот и поэтому вот да вот мы работаем над ошибками постоянно поэтому спектакли мы показываем не один раз да мы долго готовимся но вот играем их вот в сезон раза три-четыре мы проигрываем спектакль большие те ну и последний вопрос ярослав а чтобы вы пожелали тем ребятам вот вашим до которые насколько я помню я уже давно живу но у меня тоже всегда было ощущение что я буду актером я таки в итоге какой-то степени тоже им стал вот которые сейчас сидят и боятся куда-то пойти записаться прийти на прослушивание которые стесняются то есть внутренне у них есть самое главное себя пересилить как ну нужно понять что ну если тебе это хочется ты должен этим заниматься и тебе должен должен получать от этого удовольствие а не быть сжатым что вот тебе не хочется ты должен идти прийти и тебе помогут и за тебя помогут если ты в хорошем коллективе тебе ну тебя окружат окружат хорошие люди добрые люди которые будут тебя помогать видите как чего и вам желаем 2 так что всех поэтому приходите приходить сюда приходите да приходите приходите очень интересно у нас получился разговор напомню что студии нас представители православного православной театральной студии преображения красковского культурного центра городского круга люберца екатерина олегна семенова руководитель режиссер наставник воспитатель чек который еще и критику любит выслушивать что вообще да для режиссера наверное это ух как сложно но самое главное что ей удалось собрать такой коллектив и уже есть даже у нас профессионалы которые становятся уходят потом то есть путь путь вы создаете такую дорогу вот и большое спасибо андрея кайсин который была в первой части нашей программы а во второй вот ярослава алешкин нас убедил в том что все кто рядом с этим замечательный центром красковским культурным центром отправляетесь в театр а мы придем смотреть на ваши спектакли да спасибо вам большое успехов это была программа открытый диалог с николаем пивненко до свидания а